Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Надеюсь, привыкли уже к тому, что здесь происходит. Каждый вечер по будням с 8 до 10. Программа «Живые», куда приходят живые люди. Живые музыканты, с которыми мы беседуем, песни о нем свои замечательные поют. Ну, в общем, сегодня никаких исключений. Сегодня, в общем, продолжается серия программ «Живые». Группа, которая здесь сегодня, абсолютно никто не знает. Абсолютно молодой, начинающий коллектив, у которого впереди большое будущее, как нам кажется. Ну, и будем надеяться на то, что они оправдают наши, извините за тавтологию, надежды. И когда-нибудь, реально. Хорошо, что они сейчас меня не слышат. Да, шутка. Традиция есть традиция. Какой бы ни был известный коллектив, в любом случае сначала песня, а затем уже начнем беседы беседовать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Не добежал, лежать по теченью, в твои облака лицо, не стреляй, родная. Я вчера, наверное, удержал менять направление, закаты ловить кольцом. Открывай дорогу в тридцать третью выходной. Опять держаться берегом, горы не от дне утром. Ушла моя Америка ломаным островом на болото скучать. На руководах остаток праздника. На улицу не ходить, не стреляй, родная. Обещаю удивить обычными нотами. Привычно на полпути облететь листвой. Оправданий не найти. Опять держаться берегом, горы не обнять. Утро ушла моя Америка ломаным островом на болото скучать. Америка ломаным островом на болото скучать. Утро ушла моя Америка ломаным островом на болото скучать. Утро ушла моя Америка ломаным островом на болото скучать. Ну, вот, собственно говоря, музыкальная, так скажем, заявка сделана. Здесь сегодня группа, которую один человек, как минимум написавший уже в ленте. Сейчас я зачитаю его сообщение. Денис Абрамов написал. Эх, давно я не писал тут. Группу Чихонте услышал в первый раз на своем. И путал ударения. Чихонте или Чихонте. Вот только потом узнал, как это правильно. Группа добрая, в меру веселая. Спасибо за ваше творчество. Ну, я хочу напомнить Денису Абрамову, что Антон Павлович в свое время был псевдонимом. Антош Чихонте. И, в общем, странно, что и школьный программ вы этого не помните. Рома оказался человеком немного более помнящим историю литературы. Я просто старше, может быть. Сейчас, подожди, я посмотрю, кстати, действительно, сколько лет Денису Абрамову. Но я не в упрек Денису это говорю. Да, вероятно, гораздо старше. Уж извини, но в данном случае, я могу сказать, гораздо старше, хоть ты еще и... Читайте Чехова, слушайте Чехова, и все у вас будет хорошо. А Чихонте здесь сегодня, ну, собственно, Роман Чехов, надо ли представлять этого человека. Привет, Смин. Он работает ведущим на одной из уже немало известных радиостанций в Москве в дневном сегменте. Поэтому слушаете вы, как он треплется днем, а как поет по вечерам. Как треплется, уж ладно. Так и я треплюсь чего. Мы же все треплемся, мы же трепуны. Профессия у нас такая. Мы же профессионалы. Тендоболы, вот не могу сказать другого слова. А можно сделать мне вот в уши погромче? Нет, нельзя, это официанал. Зачем тебе это нужно? Ну, я же, я сейчас же. Сейчас Серега сделает. Сереж, сделаем его громче? Мы что-то перепутываем наушники, похоже, вот ушли пока вот на две минуты, когда у нас Сергей Дебальский. Спасибо большое Сергею Дебальскому за два часа замечательного саундчета. Подожди, сейчас ты не в эфире, ты не с той стороны, сиди, молчи, подожди. Что интересно получается-то, да? Все музыканты, никаких претензий. Стоит человеку, понимаешь, он в этой студии находится. Все, я тут, понимаешь, сделайте мне нормальное тело. Ты понимаешь, в чем дело? Когда как музыкант вот здесь, никаких претензий. А здесь я же как бы в другой микрофон говорю, и, собственно, мне хочется слышать тебя. Ты ему сделал? Ничего, да? Никак не, никак не. А, ну окей, все. Да нет, я слышу. Все нормально? Семен, я так давно тебя знаю, что по губам, наверное, сумею прочитать все. Хорошее я потом прочитаю, а плохое я прочитаю по губам, хорошо? Ладно, прочитаешь. Так, да, давай музыкантов твоих представим. Это обязательно. Артем Критцин, гитара. Артем, да, к микрофону можно? Да, здравствуйте, добрый вечер. Привет, дорогой. Здравствуйте. Как себя чувствуешь, нормально, комфортно? Да, все отлично. Микрофон работает, наушники работают. Это музыкант, понимаешь? Это музыкант, который понимает, что в студии лишнего сказать нельзя. Роман Капризуля у нас, Капризуля. Ну, понятное дело, что у барабанщика, как обычно, свой собственный микрофон, поэтому Влад Архипов может отвечать совершенно никуда не уходя. Барабанщик или Критцин, да, скажи. Добрый вечер. Здравствуйте. Ты все хорошо слышишь? Да, вполне меня устраивает. Спасибо тебе большое. Вот еще один показатель. Музыкант, просто музыкант. А музыкант-радиоведущий, это человек, у которого с Капризами... Семен, дело в том, что так сложились звезды, что пока Артем подходил к микрофону, все стало отлично слышно. Я не знаю, ну, так, может, в случае, или он специально делает так, я не знаю. Да, он издевается над тобой немножко. Дебальский любит тебя нежно, судя по всему. Правильно, Серега? Да, за звукорежиссерским пультом сегодня Сергей Дебальский и группа молодых начинающих студентов. Мы проводим практику, до конца недели они с нами, поэтому присутствуют на всех эфирах, не только присутствуют, но и работают, помогают. Вседовлас ему сегодня, завтра кому-нибудь другому, кто-то из звукорежиссеров будет завтра. Но это неважно. Главное, что они учатся на деле. Колледж предпринимательства номер 11, это факультет звукорежиссуры. Ребятки чудные совершенно. Ну, как мне кажется, в будущем у них хорошая перспектива, ведь они с нас начали, вы понимаете, да? Какая может быть еще перспектива? Практика очень важная штука, и мы стараемся помогать не только молодым музыкантам, но еще и молодым звукорежиссерам найти свой путь или как-то путь становления, скажем так. Ты так сказал сейчас, помогают Вседовласову сегодня. Я думаю, неужели у меня уже что-то... Да почему ты все к себе это так относишься? Ну вот... Почему же ты все, любую реплику ты на себя примеряешь, да? Это беда. Беда, это беда твоя, беда. Давай так, сегодня, я так понимаю, некоторое количество новых песен будет звучать, верно? Иначе ты сюда бы не пришел. Да, будут абсолютные премьеры, премьеры даже для нас. То есть? В смысле, одну песню мы репетировали сегодня, и текст я ее написал по дороге на репетицию. Даже так? Даже так. То есть, получается, вы эту песню еще толком-то даже и не сыграли никогда. Сыграли, сегодня раза три сыграли. А! На репетиции раза два. Здесь на чеке вы ее и репетировали, по сути дела, эту песню. Окей, как только будет новая песня, ты об этом говоришь? Конечно. Ладно, чтобы как-то подчеркнуть, что это как раз новинка? Сейчас будет старая песня. Подожди, как называлась первая? Первая песня называется «Америка», и она называется до сих пор так. Эта история, на самом деле, если кто-то помнит, прошлый эфир на своем радиогруппе Чиханте, мы громко на всю планету искали автора этой песни. Помнишь, Семен, может быть? То есть мне прислали эту песню, мне она понравилась, показала ребятам, всем понравилось тоже, мы ее играем. И я искал песню, точнее, автора искал, чтобы узнать, кто он такой, и договориться, можно ли будем ее играть. Нашли, на самом деле, большое спасибо слушателям своего. Нашли не только его, нашли его телефон. Я ему позвонил, не помню, как его зовут, он работает на какой-то фабрике, у него очень печальный голос, сказал, да играйте. Я говорю, а как, может, а зачем? Мне это не... Играйте, забирайте. Ну, то есть, все, моя совесть чиста, группа Америка, автор, я, правда, не запомнил его имени, но большое тебе спасибо за хорошие песни. Чуденько. А тут вот Толик Михайлов пишет, что сегодня Семен Чайков в гостях у чеховских посиделок, я ему отвечаю, нет, сегодня Чехов в чайкинских постоялках. И этот человек мне говорит, что я Яковик, да? Угу. Я про Толика Михайлович. Я понял о чем-то, да, я понял. Давай дальше, что будет за песня, расскажи, пожалуйста. Если это новинка, сразу подчеркиваю. Это не новинка, мы не будем ее обливать, мы просто сыграем ее, ладно? Я надеюсь, что все ее знают, да. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Челов, ты, стойка, баражня, с кем ты спрашивай, прямо в лицо стихи. Разум вдруг стал глухим, вечер, планы все сделал пьяными, хочется быть лихим. Ты кинула меня по всем правилам, ни телефон, ни имейл не оставила, поиск не выдавил файл, а так ли нужна ты мне? Гугл молчит, это Москва, это Вавилон, шанса не грамма, ой, не оставила. Утро все точки расставила Яндекс, найдется все, значит, ищи. Утро все стивенкинг, страшно, думайте, больно двигаться, пусть барабанит свинг. Клавиши бьют пять, завтра посмотрим, кто стал Дон Кихотом, век интернета. Ты кинула меня по всем правилам, ни телефон, ни имейл не оставила, поиск не выдавил файл, а так ли нужна ты мне? Гугл молчит, это Москва, это Вавилон, шанса не грамма, увы, не оставила. Утро все точки расставила Яндекс, найдется все, значит, ищи. Ты кинула меня по всем правилам, ни телефон, ни имейл не оставила, Не выдавил файла. Вот одного Влада оставим сейчас. Ты кинула меня по всем правилам, ни телефон. Как говорит Сафрудинов, орать нужно. Помните, да, как вчера? Давайте. Юль, что ты смеешься? Я хорошо получал вчера. Готовы? Нет? Раз, два, раз, два, три. Ты кинула меня по всем правилам, ни телефон, ни имейл не оставила, Поиск не выдавил файл, а так ли нужна ты мне? Гугл молчит, это Москва, это Вавилон, шанса не грамма, увы, не оставила он. Утро все точки расставила Яндекс, найдется все, значит, ищи. Ты кинула меня по всем правилам, ни телефон, ни имейл не оставила, Поиск не выдавил файл, а так ли нужна ты мне? Гугл молчит Это Москва, это Вавилон Шанса не грамма, увы, не оставил он Удрав все точки, расставила Яндекс Найдется все, значит ищи А я уж хотел было Думаю, закончится песня, скажу Роме Что вот это счастье-то подвалило Наконец-то, на самом деле Потому что здесь Ольга Исакова Ну за минуту буквально, он не забыл Слова, смотрите, не забыл И тут же Рома говорит, ешкин кот задумался И слова забыл То, что профессионал, да, действительно Профессию-то ведь, на самом деле Профессионализм-то не пропьешь, дело такое Да, но дело-то в том, что Я же объяснил Мы как профессионалы Должны понимать Один выход, одна мысль Ну если ты в процессе То есть одна песня, одно слово, я понимаю Нет, если ты в процессе Одной мысли начинаешь задуматься о другом Соответственно, начинается вот Ну это смотря у кого Это смотря у кого Уел, хорошо, продолжайте Это смотря у кого Я сейчас должен напомнить Очень важные штуки, на самом деле Забыл я об этом Как-то сбил ты меня с мысли Видишь, как вот я задумался Как ты сказал И забыл, да? Я тебя поддерживаю Не переживай Спасибо 46-47 Это короткий номер для ваших смс К 46-47 Пишите свои Про Бельчика А дальше уже Все, что хотели бы адресовать сегодня коллективу Уступающему в программе Живые Группа То бишь официальное сообщество ВКонтакте Радиостанции Там давно уже выложен анонс И в тексте анонса Группа Чехонте выделена синим Значит активная ссылка Кликая на которую Вы в момент оказываетесь у них в сообществе Становясь участниками этого сообщества Получаете всю нужную вам информацию В первую очередь Это информация о концертах О новых песнях, альбомах, синглах Ну в общем все, что касается коллектива И жизни коллектива Чаты работают для вас Один из них на сайте Здесь все просто Заходите на сайт своего радио Своерадио.фм И там просто с правой стороны чат В нем можно писать что-либо По ходу программы Мы оттуда тоже высматриваем Какие-либо интересные сообщения Видео Можно видеть все, что в этой студии происходит Сделать это просто Опять же зайдя на сайт Например Своерадио.фм Сверху увидите плеер Он такой длинненький В нем слева онлайн аудио Это чтобы слушать А справа онлайн видео С синим кружочком Это чтобы смотреть Кликайте И вот вам картинка Планета.ру Представляет нам эту замечательную возможность Видеть все, что в этой студии происходит И там же, собственно говоря Есть чат В котором точно так же можно писать Выбирайте все Или там какие-то самые-самые Для вас, может быть, удобный вариант Пишите Мы все эти сообщения будем видеть А выискивая уже из них Какие-то интересные И важные Возможно Что-то будет с вопросами А просто что-то с эмоциями Ну, наверное, много эмоций уже Вот, например, Андрей Архипов написал Яндекс Хитярище Мегабомба своего радио Спасибо огромное Ах, как приятно слышать Рому Поющим ведущим А за поющим отдельный И низкий поклон Вот Видишь, как тебе Спасибо, Андрей И много чего И много чего здесь уже есть Всем привет У меня вопрос к Артему Как поживает проект Ю-ю-ю И как удается все совмещать Таня Шишкова спрашивает Ну, я не знаю, как Ром на это посмотрит Отлично смотрит Тогда Артем Тогда отвечай Рома, спасибо Хорошо, все поживает Я дописываю альбом Мы дописываем альбом, точнее Вот Ну, это эгоистические порывы автора Нет, это нормально? Ты берешь пример С определенного человека Ну, заразителен Он слишком заразителен Вот И да, все хорошо Надеюсь, скоро презентуем Скоро клип выложу Отлично Поэтому живем Почему Влада никто не спрашивает Как поживает его проект Мне интересно Влад Расскажи всем Нам тоже интересно знать Нам тоже, да Но они у меня очень скоротечны Поэтому никто не знает Где я сейчас играю Да, у него их столько Что даже мы не успеваем следить Окей Здесь сегодня Чиханте Напоминаю об этом на всякий случай Добрый вечер Роман, как удается так Совмещать вокал и игру на бас-гитаре И если с ритм-гитарой Все более-менее ясно А вот с басом, кстати, да Я тоже всегда считал, что Более того, я знаю от басистов Что петь и играть на басу Ну, извините меня, филологи На басу, да Гораздо сложнее, чем, скажем Петь под ритм-гитару Там-то пальцами дергаешь Попромахнулся и ладно А бас, в общем, ритм держит Так вот Спрашивает человек еще раз Если с ритм-гитарой Все более-менее понятно То вот тут с басом Может, есть какие-то хитрости И традиционный вопрос Как удается совмещать участие В нескольких коллективах Концерты, работа на радио Сколько часов в ваших сутках? Павел Хаваев спрашивает С какого вопроса начинаете А с любого Как тебе удобнее? В сутках примерно У нас 24 Ну, часов, наверное, 20-19 Это он с времени спит Живых Это он все спит Насчет игры на бас-гитаре Ну, вы же слышите, что я слова забываю Вот Сложно Согласен, да Сложно А насчет ритм-гитары Есть замечательная история Можно я? Она коротенькая Да, конечно, можно У меня друзья Моя любимая история музыкантская Друзья в Челябинске А Рома родом из Челябинска Я забыл Не родом Ну, практически так Много лет прожил Друзья, музыканты Работали в музыкальном магазине И заходят Ну, ты их танкисты называешь Я называю пионеры Ну, вот Привел толпу приятелей Показать Вот Я тут гитару Сопираюсь покупать И мама сказала Что я куплю ее Нормально Там гитара Там висит Ну, пусть там Цеть тысяч А он там учится Может, в классе в шестом И с умным видом Ребят Извините, пожалуйста А соло-гитары завезли На этой неделе? Он говорит Нет Знаете Вот только ритм Соло будут на следующей неделе Так что Неважно, на чем ты играешь На самом деле Важно Ну, я не знаю Есть куча примеров Как и из великих Да Пол Маккартни Стинг Господи Ну Фли из Red Hot Chili Peppers Он не поет Но он скачет так Что там Я не знаю В общем, совмещаешь как-то Ну, я пытаюсь Во всяком случае Что касается коллективов Ну, я не знаю Если сейчас Или, как сказать Имеем ли мы право Говорить о том Третьем коллективе В котором ты теперь играешь Я думаю, что Не обидится Ну, Томас Бен Понятно Здесь Рома на басу В общем, давно уже Чеханте Здесь не просто играет А еще и поет А еще сейчас Я думаю, будет бомба Потому что Эту информацию Мы еще не распространяли Где теперь играет На бас-гитаре Я думаю, что Людмила не будет против Говори Группа Дайте два Теперь Роман Чехов Недавних пор Бас-гитарист Люси Тещи Маховой В группе Дайте два В общем Профессиональные люди Работают на своем радио Исключительно профессиональные люди Играют в коллективе Чеханте Тут, кстати, сказать Я не могу об этом не сказать Я считаю, что это нужно сказать Вот опять же Студенты, ребятки Молоденькие Которые только-только учатся По-настоящему Чтобы быть дальше звукорежиссерами Пока они третьекурсники Пока они прикасаются К этой истории Я думаю, что ты так глаза-то выпучил Я сейчас-то тебе хочу Я сейчас-то тебе хочу сказать Когда пришли музыканты Стали расчехляться Кидать там инструменты Шнуры И или продюсер программы Ну так как-то вот Объясняя звукорежиссерам Будущим Что здесь будет происходить И так далее Говорит Ну вот гитарист коллектива Артем Он, в общем-то, гитарист групп Мумитроль Видели бы вы глаза Этих молодых людей Которые сказали Мумитроль Он гитарист Мумитроль Чего? Я хотел уточнить Ну? Сначала Он был гитаристом группы Чиханте А потом его забрали Уже в Мумитроль Ну это, в общем, для тебя Принципиально А по мне Так, в общем, какая разница Хороший гитарист Он в любом случае На вес золота Я и говорю о том Что в группе Чиханте На своем радио Сейчас говорю об этом Даже в присутствии Бывших студентов Работают только Очень профессиональные люди И для того, чтобы Это понять Нужно просто включать Эфир периодически Слушать программы Которые тут выходят Их становится все больше Могу приоткрыть Еще одну маленькую тайну Даже Чехов об этом не знает А хотя нет Я говорил уже Я думаю, что сразу После Нового года Чуть позже В эфире своего радио Появится постоянное Утреннее шоу Так что В скором времени Вам, друзья мои Отдыхать будет некогда Включайте И живите Со своим радио Сейчас мне фончик создает Молодец Умница Какая будет песня дальше? Песня К вопросу о том Насколько сложно Играть на бас-гитаре И петь На прямой Относится Это легко называется песня Окей Как всегда живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Чеханты Погнали Играть на бас-гитаре Играть на бас-гитаре Играть на бас-гитаре Интересно, что ведь это легко Подождем, ты как мальчишка мог И счастлив в нем подождем Веришь мне, что ведь это легко Не станет старой песней Если тебе интересно Я недалеко От дня, как дни, просто пятна И грусть болезнью приятной Ждать это легко Подождем, ты как мальчишка мог И счастлив в нем подождем И уж мне ждать это легко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще клевая идея, я тебе скажу Сначала отпеть, а потом отыграть Ну, в данном случае действительно так и получилось Сначала Ром пел, потом взял у руки уже бас И доиграл, что называется Можно, в принципе, так и выстраивать Это будет фишка Если вот все выстраивать именно таким образом Не, серьезно, никто же так не делает А Чиханте целую пластинку записал вот так вот Размежевываясь между одним и другим Сначала показалось, что название новым А оказалось, что песня знакомая Музыка потрясающе красивая Ждать это легко, очень-очень ждем альбом Пишет Юлия Усова Давай про альбом Ну, что про альбом? Так, зайдем немножко с другой стороны Альбом... Тихо, подожди, ты сразу не понял Давай будем... Да понял я, господи Нет, ты сделал вид, что не понял А я сделал вид, что сейчас не понимаю Юлия Усова пишет Музыка, пишет она, потрясающе красивая Ждать это легко, пишет она Очень-очень альбома ждем Я тебя дальше спрашиваю И что с альбомом? Ждать это легко Все, спасибо У барабанчика там нет Ну а если серьезно? Да нет, ну серьезно Так получается Кроме шуток, я думаю Артем не будет сейчас против Если я расскажу Есть сложности К вопросам, кстати, присоединяюсь Да, есть А, вот барабанчик скажет Что с альбомом? Да, ну ладно А ты... Клипы ждут, клипы Выжидающий смарт Кстати, давайте по порядку Все, ладно? Мне кому сейчас отвечать С тобой мы еще поговорим Кстати, ну... Не с тобой со мной Еще можно Людям расскажем Ладно Получается так, что мы начали писать альбом И на каком-то моменте это Немножко приостановилось По причинам Не совсем Зависимых от меня лично От коллектива И вот То есть Получается так Мы уже открыли Собственно, если не секрет Артем играет В группе В группе А это был секрет? Которая Ну, хорошо Я не знал Но, тем не менее Группа, которая активно гастролирует Его бывает Наслуждаются так, что Он клонит тому, что во мне причина Я виноват Альбома нет Почему Артем уехал? Ну, ответы прозвучали, собственно Да Ну, из-за занято Нет, ну, понятно, что занято Да, будет Стараемся мы По мере возможности Хочется сделать его Хорошо И чтобы потом нам самим Выглядываясь назад Было, что Тут еще проблема-то в том, что Есть уже материалы На новый практический альбом Мы его даже отрепетировать не успеваем И нужно этот записать И вроде там вот И вот Влад Неспроста сказал Влад у нас Влад у нас, кроме того Как играть на барабанах Он замечательный видеограф Вот И он говорит Давай снимем на эту песню Вот на Америку, допустим На первую песню Которую мы играли сегодня Я надеюсь, до Нового года Все у нас получится все-таки В ближайшие вот Несколько Если Артем не уедет Артем там уже не нужен На самом деле А, как удобно Я либо группа Чаханты Не снимаюсь Не берут Не фактурен Не фактурен Не фактурен Не форматик Я так понимаю В картине Смотри, почитаю кое-что еще Роман на годовщине своего Ты с Чайником сделал дуэт А есть ли еще желание Тем, кто не знает Чайник, это Андрей Гричан И группа ДМЦ А есть ли еще желание Еще с кем-нибудь Сделать совместный проект Или они уже Езди Да, с Чайником На самом деле Мы дуэт не сделали Это был больше экспромт Я там, более того Я там налажал Выше крыши А налажал Я объясню почему Хорошо, что понимаешь Да нет, я знаю Причем я этот У группы ДМЦ Андрюха Ребята, если слушаете Большой вам привет Очень вас люблю Очень ценю У них бешеная энергетика На сцене Абсолютно бешеная И я выучил весь текст Честно Вот, у тебя микрофон включен Что-то он там Когда горит лампочка Микрофон включен Да, я тебе Шоколадки ест Ну, я вижу Слышу Вернее, я слышу Ну, неважно Ну, облажал, облажал Там были на то Мои причины Мои субъективные Ну, понятно Песня не твоя Чего переживать-то Ну, тем не менее Ну, да С удовольствием Мы И Андрей об этом говорил в эфире Собственно Когда был здесь И я думаю, что он не будет против Если скажу Я буду участвовать В записи нового альбома ДНЦ В песне Хрю А он у тебя В песне Хрю Ну, там просто все Ну, как сказать На самом деле Ну, как Третий куплет будут А третий куплет Будут петь Скворцы Степанова Вот Так что А дуэты Ну, есть Конечно В планах есть, конечно Планов много Мы делаем С плотником 82 песню То есть я ему отдал На артерзание песню Которую мы не играем В группе Чиханте Вообще Они даже ее не слышали Я написал Под гитару ему Записал, отправил Он говорит Круто Давай сделаем То есть Он сделает Он просто делает Полностью аранжировку Ну, то есть ты не стоишь на месте Ты ищешь каких-то Конечно Для сотворчества Ну, это круто Это круто Причем для меня Это не сайт проекта Это просто Ну, вот Если нет возможности Сейчас, допустим Записать альбом с Чиханте Вот прямо завтра Почему мне Что мне мешает Записать с кем-то другим А я вижу в этом Несколько другой знак На самом деле Очень большое количество Артистов Своего радио Сейчас говорю о тех Кто у нас в постоянной ротации Очень любят Друг с дружкой Какие-то делать Совместные вещи Это, кстати, для меня Лично очень большой Как в ресторане Говорит это вам Комплимент от шеф-повара Вот для меня Это большой комплимент Потому что аудитория Сама сливается Потом в виденном порыве Да и группы И коллективы Становясь своими По всем параметрам Они становятся Еще более теплыми Еще более открытыми Еще более своими По глубинам Каким-то причинам И, собственно говоря По результату Вот лично мне это нравится Мне сложно сейчас Вспомнить Большое количество Совместных треков И проектов В среде Так называемого Русского рока Они есть, безусловно Но не так часто встречаются А знаешь Такая штука Они если встречаются Здесь вот Самая большая проблема В большой среде Русского рока Что Нужно Если дуэт То с равным Вот вроде как Я Я тут на третьем месте А ты Ты еще даже не попал Чего я с тобой буду писать дуэт Да? Ну и что Что ДМЦ на втором месте Уже несколько недель Ну и что? Ты сейчас про хит порядок Говоришь? Да Ага Завидую, конечно Ну что Чего же говорить Ничего, ничего Будет и на вашей улице Праздник Я так понимаю Свои слушатели поняли Что я имею ввиду сейчас Ну свои-то да 12 раз можно сегодня Лайк поставить Вот ты хрю У меня такой вопрос Некоторое время назад Пишет Иван Петров Полгода, наверное Ромка сказал Вот как человек с тобой По-братски Сказал, что будет исполнять песню Слишком гордый Из репертуара Фила Августа Вопрос состоял Как обстоят дела у песни Будет ли записано И в каком стиле Ромка ты лучший Пишет Иван Петров Спасибо, Ванька Ванька крутой Ванька из Краснодара Один из постоянных До своих слушателей Вань, привет тебе Будет, конечно Но есть сумасшедшая идея Вот мы говорили про дуэты Больше того У меня есть сумасшедшая идея Я жадный до песен И вот Опять же Пашка вчера говорил У Хрудинов Что Вопрос от тебя, кстати Звучал Бывает ли ты такой Или от слушателей Что эту песню написал Не я Завидуешь ли ты Я абсолютно с ним согласен Я постоянно завидую Но чтобы не завидовать Я просто спрошу А можно я твою песню спою И спою не под флагом Там вот А отдельную запись Сделаю песни друзей Или песни Мои любимые песни А можно я скажу Все будет И мы с Филом Когда на концертах Вдвоем пересекаемся В каких-то солянках Обязательно ее поем Вместе Вместе, да Клево Слишком гордые Чтобы быть именно В этой песне вместе Клево Да Тут, я думаю Так много фотографий Вызывающих Потом в интернете Распространяется Так Какая песня у нас Дальше будет звучать Следующая песня Это будет премьера В эфире своего радио Она первый раз звучала На дне рождения Своего радио А первого ноября В клубе Вольта Вот Мы очень волновались Именно за эту песню И по-моему Там все получилось Надеюсь, что По-моему получилось Песня называется Джедаем Новая жизнь с понедельника Если он вдруг окажется первым числом Слышал Такое бывает Мысли на север Сердце и печень Еще не боят А уже покалечен Если получится Может посплю Жутко тебя не хватает Сигареты закончились Кончился я Вселенную любят А ты Ждать Чем-то мечтая Жить Уверенным Зная Где-то Вдруг Обретая Снов Страницы Листая Каждым Утром Теряя Память Оберегая Я хочу Быть Ждарем Вечер Балкон Маячок Сигареты Мысли Блокно Оживают Куплеты В доме Напротив Как в детской Мозаике Окна Одно За другим Осень Опять Но уже Чуть Другая Рельсы Блестят Самолеты Летают Несколько Станций Одна Из всех Комнат Твой Вайфай Меня Еще Помнит Сигареты Закончились Кончился Я Вселенная Любит А ты Жить О чем-то Мечтая Ждать Уверенным Зная Где-то Вдруг Обретая Снова Страниц Страницы Листая Каждым Утром Теряя Память Без Мечтая Я Хочу Быть Жедаем Я Хочу Быть Жедаем Я Хочу Быть Жедаем Хочу Хочу Быть Хочу Быть Хочу Быть Я Вообще Никогда Не слышал Чтоб Ты Кричал Я Сам Для Тебя Чехов Кричал А тут В песне Кричит Не по-детски Кричит Громко Кричит А чего Ты зовешь Когда кричишь Ты хочешь Быть Диджеем Джедаем Практически Я говорю Диджеем Тоже Хочу Джедаем Почему Я сейчас Конечно Играюсь Да нет Есть Отличный Спасибо Нет На самом деле Есть Мнение Я ему Собственно С ним Согласен Хотеть Джедаем Это круче Чем быть Им Почему Ну потому что Нужно Нужно хотеть Быть Джедаем Очень философ Нужно стремиться Главное Понятно Нужно стремиться Быть Чем-то Лучшим А не Быть Лучшим То есть Можно всю Жизнь Стремиться Быть Умным Толковым Грамотным Образованным Но быть им Обязательно Не надо Нет Надо хотеть Пускай Другие считают Джедаи Или нет Я хочу Быть Джедаем Знаешь Как хорошо Есть советский Такой анекдот Я снова Хочу в Париж А ты там уже бывал Нет уже хотел Так вот Что касается Джедаем По мне Ладно Дело твое Спорить не буду В смысле Ты говоришь Если про меч Конечно хочу Я с детства Хотел Вот я и к тому И говорю Сейчас вот говорят Звездные войны Новые Выходят Ну кстати Кто-то написал Что да Очень круто Как раз За недельку До премьера Покупайте На слове Покупайте Его заклинил Прошу прощения Пропустил Первые полчаса Тут включил Сразу премьера К тому же Очень-очень крутая Пишет Александр Югов За что просит Прощение Человек Я не очень понял Но тем не менее Типа пропустил Полчаса Переживает Саша привет Да Но так и так Потом можно В подкастах Будет послушать Джедаем Вероятно К скорой премьере Звездных войн Самое смешное Что там Кроме слова Джедаем Вот к этому Вообще ничего нет Ну абсолютно Наверное Но тем не менее Джедай Это же ведь Некий такой Собирательный образ Твоей песни Это некая Мечта Что называется Мечта мечт Быть лучше Быть круче Быть сильнее Быть значимее Быть важнее Уметь все Здесь и сейчас Вот сделать Вот бам И я могу Сделать все Здесь и сейчас Если бы я мог Сейчас Здесь сделать все Мне бы стало Неинтересно жить Уже через секунду Поэтому я хочу Быть джедаем Но с другой стороны Опять же Хотеть быть челопуком По-моему Не очень прилично Потому что звучит Нехорошо Джедаем звучит красивее А Человек-паук Сокращенный челопук Он тоже все умеет Он тоже ведь летает Он тоже ведь Какие-то такие страшные вещи И тоже его любят И как любят Ты понимаешь В общем В принципе Тоже положительный персонаж Насколько любят Узнаем через несколько дней Когда посмотрим Вот сборы по фильму Звездные войны Да Но если бы ты спел Хочу быть челопуком Я думаю Это к Васе Урьевскому Мне кажется Да Это к Васе Надо Вася умеет Такие вещи обыгрывать Да красиво обыгрывать Изящно очень 4647 Это короткий номер Для ваших смс Сначала Свои Парабельчика Дальше уже все Что хотели бы Адресовать Роме Либо музыкантам коллектива Группы Чеханте Здесь сегодня Передайте пожалуйста Привет Денису Вагнеру Из Челябинска Он очень любит Свою радио Очень часто его слушает Кирилл Смолиной Ну передай привет Тогда Земле Денис Вагнер Привет тебе Такая фамилия Вагнер Это же Ух Привет Ачехова Вагнеру А Да Вагнер Привет тебе Ачехова Между прочим Привет Да Челябинск И весь Челябинск Кто сейчас вдруг Не пишет Может быть стесняются Я не знаю Вам большой привет Очень люблю Этот город Очень много Меня с ним связывает Правда Да Давай наверное Попоем еще Я так понимаю Что времечко Поджимает уже А еще две песни Нужно успеть До конца этого часа Поэтому давай-ка споем Сейчас потом посмотрим Сколько времени еще останется Сейчас песня Для На вопрос Юлии Усовой Собственно Всех остальных Кто спрашивает Про пластинки Про альбом Песня зомби Мы ее так называем Называется пластинка Как всегда Живой В программе Живые И Чеханта Здесь сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Блондинки Блондинки в ломбире Блондинки в зефире Будущий снайпер Стреляющий в тире А дронный коллайдер И черные дыры Издонные дети Пустые квартиры Становится модно Менять ориентиры А ты эту песню Услышал в эфире Завтра Завтра же пойдешь И купишь Эту пластинку Украдешь Займешь Но именно Эту пластинку Плеер Запихнешь И вдруг Подумаешь Круто Блин Как будешь Слушать Именно Эту пластинку Так много всего Посмотри в этом мире Гламурные дяди И селфи в зарцире Нелепая сага О глупом вампире Мы все еще Сходим С ума По земфире Кумир На кумире Кумир На кумире А ты Эту песню Услышал В эфире Завтра Пойдешь И купишь Эту пластинку Украдешь Займешь Но именно Эту пластинку Плеер Запихнешь И вдруг Подумаешь Круто Блин Как будешь Слушать Именно Эту пластинку Завтра Пойдешь И купишь Эту пластинку Украдешь Займешь Но именно Эту пластинку Плеер Запихнешь И вдруг Подумаешь Круто Блин Как будешь Слушать Именно Эту пластинку Завтра уже пойдёшь и глупишь эту властинку Украдёшь, займёшь, но именно эту властинку Плеер, запекнёшь и вдруг подумаешь Круто, блин, как будешь слушать именно эту властинку Завтра уже пойдёшь и глупишь эту властинку Украдёшь, займёшь, но именно эту властинку Плеер, запекнёшь и вдруг подумаешь Круто, блин, как будешь слушать именно эту властинку Знаешь, тоже народ иногда очень странно реагирует на те или иные песни. Кто-то начинает задумываться, какой текст глубокий, какая классная мелодия. А вот Максим Зверев пишет, как это он дышит-то в припеве, как успевает, круто. Ну, кому что. А в данном случае человек подметил, что ты дышишь, не знаю, как, как ты дышишь? Ротом. Правильно. А чем еще? Носом. Не попом? Носом еще. Ну да. Слышал, ребят, впервые не на своем, а на Яндекс.Музыке. Подумал, проплачено. Внимание, вопрос, когда песня будет про что-нибудь свое. Внимание, вопрос, когда деньги будут от Яндекса, да, в таком случае. Да. Когда про что-нибудь свое пишет, тем спрашивает, когда будет песня. Да вот скоро, на самом деле. Буквально через минут 10. Ну, сколько нам у нас осталось? Песня будет... Вам осталось? Я не знаю, сколько вам осталось. До конца этого часа, правда, что 9 минут. Да будет, будет. Она пишет несколько сообщений, там уже несколько, там, она намекает на то, что она здесь. Она рядом. Настя, уж привет тебе большой. Все, я-то ей перезал. Мы счастливые люди, на самом деле, группа Чеханте и я, в частности, потому что у нас есть свой фан-клуб. И в нем... Есть Настя Сыч. Настя Сыч, это человечек из Белоруссии, вот. Она один из администраторов. Они дофига чего делают, чего я не успеваю делать. Там же Оля Исакова, там же Ваня Петров, там же... И я сейчас вот людей, которые занимаются этим. Друзья, большое вам спасибо. Вы вот, правда, ну, пусть нас всего там около 200 человек, но фан-клуб, официальный фан-клуб группы Чеханте звучит гордо, по-моему, и мне жутко приятно. Правда. Спасибо. Ты не поверишь, мне тоже за тебя приятно. Как это? Тебе будет приятно, и мне будет приятно, и всем будет приятно. Я тебе так довезу, что всем будет приятно. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. Пишите сначала свои, причем неважно, кириллицы или латиницы, делайте пробел, а дальше уже все, что хотели бы адресовать сегодня Роме, его музыкантам. Ну, и, собственно говоря, группе Чеханте, мало ли, мало ли какие-то вопросы у вас возникли, или просто воспоминания, связанные с концертами. Кстати, тут кто-то пишет о том, что концерты были замечательные. Когда у тебя ближайшие, у команды ближайшие концерты? Где? Мы очень хотели успеть сделать, устроить его до так называемых елок, да, ну, чтобы все понимали, не то, что мы работаем на елках, мы, конечно, хотели бы, может быть, но нет. В плане того, что после наприленных чисел декабря уже, ну, нет смысла делать концерты в клубе, вот, и я очень надеюсь, что большой концерт, большой сольный концерт группы Чеханте в Москве остается в январе. Второго. Первого вечером. Нет, это радикально. Второго. В Красногорске. Да, у нас есть ДК Подмосковья, самый крупный клуб. Самый крупный клуб в Москве. А вот и будешь смеяться, Семен, у нас была такая история. Третьего января как-то мне звонит первого января. Семь утра. Первого января мне звонит человек, не буду сейчас называть клуб, но, тем не менее, ну, мы же все тут в одной каше варимся. Он говорит, слушай, беда слетел артист на 3 января, говорит, ты с ума сошел? Ну, один хотя бы с гитарой приди что-нибудь поиграть. Я звоню ребятам, говорят, что делаем на 3 января? Да вроде ничего. Может, поиграем? Давай, сделали. Он говорит, любые условия. Мы сделали бесплатный вход, и народ, что делает? А, да, вот мы приехали с дачи, а у нас вот там бар, набили полный клуб. И круто, 3 января концерн группы Чиханте. Ну, ладно, 3 января, я сейчас думаю... Число точно не скажу, если мы вернемся к вопросу. Да. В январе, во второй половине дня, после того, как народ уже приедет, уже после Оливье и всех этих вот... Ну, после президента уже, да. Ну, вернется с ГОАД, ну, кто там ездит обычно... После Стаса Михайлова или Ваенга? Я не знаю, кого на этот Новый год поставят народу в мозги после выступления. В прошлом году, по-моему, был Михайлов, позапрошлом Ваенга. Я давно уже не смотрел. Это в микрофон сегодня поздравляют Михайлов и Ваенга. Смотреть это невозможно слушать, слушать тем более нельзя. Нет, перед Хрюмлем, перед Ваенгой Михайлов поздравляют. Подожди, сейчас я объясню. Когда телек клацаешь, ты видишь там, что происходит. Ну, на первом канале, по-моему, Ваенга в позапрошлом, Стас Михайлов в прошлом году был. Чем меня поразил вообще, в принципе, выбор. А президента говорить нет? Он говорит до них. Он их представляет. Испугал меня сейчас. Он их представляет. Он говорит, что все хорошо, ну, раз такая у нас музыка в стране есть, и все замечательно, все на следующем году будет хорошо. А сейчас концерт Стаса Михайлова. Я бегу смотреть, говорит президент. А дальше целых три часа этот человек песни поет, понимаешь? Тут даже вот иногда оливье в рот не прет, поэтому переключаем на какой-нибудь другой канал. Какой конференц у Стаса Михайлов? Да, я не знаю, кто там в машине за рулем у него президента. Как, собственно, сколько по времени будет песня, которая финальная, в этом часе? Сколько у нас есть? У нас с тобой пять минут. Пять минут? Она короче, да. Нормально. Нормально? Нормально. Что за песня? Как называется песня? Песня называется «Чайка». У нас есть время... Нет, зря вы смеетесь сейчас. Нет, тогда они смеются, конечно, зря. Я расскажу. Песня на самом деле не моя. Песня не моя, а песня с историей. Песня такого товарища Дима Ильин. Замечательная группа, раньше называлась «Тамагочи», сейчас называется «42», из города Казань. Все, кроме него... Город «Тамагочи» из группы Казань, да. Все музыканты, кроме него, играют в замечательной группе «Мураками». Мы с ними дружим. И эту песню человек написал, когда ему было 16 лет. Я до сих пор не верю, что это так случилось. До сих пор не верю, что тебе не 16. Да, этому тоже. Но, тем не менее, чтобы все понимали, это не посвящение, это просто очень хорошая песня. И там есть... Ну, это хороший момент. В настроении там все, мне кажется, будет понятно. Я про сколько времени до конца говорю, 5 минут, нормально, хватит. Ты уже минуту проговорил. Ну, песня 4 как раз. Погнали. Погнали. Город «Город спит», ты, наверное, тоже спишь. Мой друг, да вроде бы и горя нет, и только грусть, как облака над головой моей. И дождь заморозит, и сердце пополам. О, ангел мой, прости меня за все. О, ангел мой, прости меня за все. На высоте снов расправить крылья, летать над волной. Чайки, чайки. Лес, дождь, сто веков и сто веков одна мечта Разукрас добром свой холст, чтобы после не жалеть У локти не гусать опять про себя или для всех В городе или какой глуши Я заблудился в зеркалах твоей души Я заблудился в зеркалах твоей души На высоте снов расправить крылья Летать над волной Так просто летать над волной Чайки Чайки На высоте снов расправить крылья Летать над волной Так просто летать над волной Чайки Чайки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Напомню, сегодня в программе живые группа Чехонте Роман Чехов со товарищей Пауза была длинная, долгая Наверное, лучше начать с песни Да, что это будет? Это будет песня реалити Ну, собственно, опять ты по стареньким и хитовым своим песням идешь Как только будет новое, ты об этом сообщай обязательно, ладно? Как всегда, живой звук в программе живые. Поехали. Там, где другие сны, только дыхание крышь, только рассвета тиши, там, где другие мы. Белая ночь, мосты, запахи счастья, лето и пыль. Жесты, слова, звуки дальше скорей, руку вместе теплей, знаю, просто поверь. И полетим взгляды разряд, только воздуха так много будем дарить людям нашим с тобой реалитет. Ты не хватает слов, лишь окончание фраз. Лишь океаны глаз, где я на все готов. Бешено тают дни, хочешь остаться, просто гивни. Жесты, слова, звуки дальше скорей, руку вместе теплей, знаю, просто поверь. И полетим взгляды разряд, только воздуха так много будем дарить людям нашим с тобой реалитет. Сколько нам нужно лет? Может быть, дни и часов, может быть, нужных слов, сколько их да и нет. Стало совсем светло, что-то плохое было прошло. Жесты, слова, звуки дальше скорей, руку вместе теплей, знаю, просто поверь. И полетим взгляды разряд, только воздуха так много будем дарить людям нашим с тобой реалитет. Реалитет 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 Ну вот, собственно говоря, начали мы второй час. У нас еще достаточно времени, чтобы и поговорить, и песен попеть. Ай, я все устал. Я понял, да. Да нет, я просто ждал, когда стул освободится. До самого начала я хотел на него сесть, но... Ну, сегодня здесь... Они идут назад. А все? Я прочитаю сейчас тебе одно сообщение. Ну, я уверен, что это будет приятно услышать не только тебе, но еще одному музыканту твоего коллектива. В группе Чиханте играет самый крутой гитарист, которого я видел за последнее время. Угадай, кто это написал? Ну, вот просто вот так, вот с трех попыток. Попробуй быстренько, навскидку. Могу сказать, коллега под цехом. Нет. Роман Чехов. Ты сам писал? Я пишу. Конечно. Ты же видишь, я же постоянно... Этого ты не написал. Эльстец. Ну, еще одна попытка у тебя. Видел все-таки. Илья Лгутенко? Почти. Нет, нет, не Илья Лгутенко. Дима Дубров. А, господи. А, этот? Да. Дима Дубров. Плотник 82. Дима, привет тебе. Совершенно верно. Плотник 82. Когда говорят такие комплименты сами коллеги-музыканты, я думаю, это чертовски приятно. Тебе должно быть. Ну, я, к сожалению, не знаком с ним, но мне приятно. Спасибо большое. Не успел просто познакомиться. Он был на концерте, но там на концерте, я имею ввиду концерт 1 ноября в клубе Вольта. Там столько было народу на бэкстейже, что со всеми пообщаться, народу музыкантов, я, народ в плане столько хороших людей было, что со всеми пообщаться, ну, физически невозможно было, наверное. И, ну, Тём, я тебя познакомлю с ним. Хорошо. Спасибо большое. Нет, мне приятно. На самом деле, конечно, я бы поспорил. Ну, просто так. Поспорил насчет чего? Насчет... Самый лучший? Да, есть всегда к чему стремиться. Ты тоже хочешь быть джедаем? А кто лучше, по-твоему? Кто лучше? На нашей российской сцене. Давай тогда так, раз уж ты начал говорить. Сложно сказать, а вот мне нравится... Честно, мне, наверное, никто не нравится. Понял. Ну, тогда, конечно, спор. Нет, все хороши, но у каждого что-то свое. Если в одного собрать трансформер такой гитарный, то может быть что-то... Это как про супергруппу, да, если в одну группу набрать. Ну, это мечта, мне кажется. И получится фигня полная, кстати говоря. Да, кстати, да. Я скажу, что в группе Чеханты и басист роскошный, как Чехову удалось вообще договориться с этим басистом, чтобы он играл в группе Чеханты, я не знаю. У нас с ним свои дела. На самом деле, да. И барабанщик замечательный. Это вообще отдельная тема, между прочим. Как вообще, в принципе, ты их удерживаешь рядом с собой, этих музыкантов, я не понимаю. Не держу. То один уедет куда-нибудь в Америку бастолирует, то второй снимает какие-то видеоклипы. На самом деле, я уже как-то рассказывал, если интересно, могу... Дело в том, что мы вот этим составом, собственно, это, получается, наш третий коллектив, да? Ну, если брать Ю-Ю-Ю, вот брать... Как ты хотел назвать свой проект? Группу Обед. Обед. Обед хотел назвать. Хотел еще сделать себе проект один для удовлетворения полного своих амбиций, но пока еще не дошел. Вот. Ну, да, вот у нас Ю-Ю-Ю и Чеханты, в принципе, мы уже лет пять или шесть, да, вместе. Пять. Ну, пять лет мы играем вместе, то есть, и поэтому мы, наверное, закрытыми глазами иногда можем. Даже мы же не репетируем. Мы же сыграли раз в месяц. Я больше того скажу, чтобы сейчас люди готовили. Следующая песня, которая прозвучит вот в программе. А, это то, что ты говорила. Новинка, да, абсолютная новинка, даже для нас, да, потому что остаток текста я писал сегодня, едущи в метро на репетицию. Это здесь нет показательно, я прошу прощения, перебью. Мы, когда песню будет, а сейчас играем песню по названиям «Нравится», а мы смотрим на друга и говорим, что это за песня, то есть напомним. Да, и мы не помним, то есть, ну вот… Опять же, если к Ладу вернуться, вот есть песня «Это легко», допустим. Она у него в трек-листе обозначена как вторая нудная, например. Вот. Вот так. Ну, то есть, я не обижаюсь. Главное, чтобы было понятно, чтобы главный был результат. А первая нудная тогда? Первая нудная, еще одна есть, мы сегодня, она в программу не уместилась. Не играем. Счастье. Почему? Ты говоришь об этой песне, которая сейчас будет звучать, предваряя «Возможно», что забудешь текст снова, да? Нет, я попросил Лизочку, Лиза мне распечатывала текст. То есть, все, да, в этом смысле. На всякий случай. Я надеюсь, что я его не забуду, но чтобы он был, я… А давай мы сделаем вот что. В этой студии сегодня, помимо ребят-студентов, практикантов звукорежиссера, есть еще некоторое количество людей. Это и наши постоянные акционеры, и один из них сегодня отмечает свой день рождения. Так уж вышло, что именно сегодня у Александра Берлизова, который вот рядом с Лизой сидит… Я знаю, кто такой Александр Берлизов. Это я сейчас не тебе говорю, а тем, кто смотрит трансляцию. Люди же смотрят, ни один же ты здесь в этой студии. Ничего сказать нельзя вообще, ужас. У него сегодня день рождения. Может быть, мы эту песню ему и посвятим тогда? Она свежая песня, и у него жизнь начинается в этом году заново, все же, понимаешь? Хорошо, я скажу по-другому. Саш, я поздравляю тебя с днем рождения, я тебя уже поздравлял вот за стеклянными дверьми. Большое спасибо тебе за твое участие, постоянное присутствие и поддержку в чехских посиделках. Прежде всего. И радиостанции, ну, я сейчас… Это важно. Для меня это важней. Ну, я сейчас от тебя же говорю, да. И с днем рождения тебя пускай будет еще лучше, чем сейчас. И еще лучше, и еще лучше. Вот. А мы будем стараться, чтобы тебе… А вообще, чего мы медальничаем? Ну, это супруг кошки Сашки. Да в курсе, господи. Это я не тебе говорю. Я говорю, я людям говорю. Ты не один… Нет, ты просто… Ты говоришь и смотришь мне в глаза. Все, я вообще перестану. Я вообще отвернусь от тебя сейчас. Я буду говорить в сторону. Александр Берлизов, супруг Сани, ну, то есть кошки Сашки. В прошлые субботы был презентован альбом. Альбом. Да. В эфире, да. В субботу была презентация атрибюта кошки Сашки от разных… Атрибют – это круче, чем альбом, на самом деле. Это гораздо круче. Вот когда тебе будут петь пилот твоей песни, будет петь когда? Например, или собаки Качалова, когда… Вот как Сашки… Как здесь микрофон включается? Будут петь. У меня отключается. Я сейчас не отключу, тебе микрофон. Терпи. Вот тогда и поговорим. Давай, ладно. Без юмора. Давай песню. Саша, с днем рождения тебя… Песню тебе посвящать не будем, потому что она все-таки немножко в другую сторону. Посвятим тебе премьеру. Давай. С днем рождения. Ура! Погнали. Она пишет стихи, обожает Купинский ром. Хочет бросить курить, постоянно влюбляется. День работ, да вечер дом. Ей дорог, даже нравится. Дорогой телефон сам собой ее мысли шлет. Вновь написан и пост никому не отправится. Газ, ручник и разворот. Ей так даже нравится. А ты где-то рядом с ней недалеко не позволишь скучать, не заставишь решать. Может шуточку помечтать, а вдруг все исправится. Витк из-за стажа придумал, ждать это легко. Белый поезд метро, сколько разных дорог. Ты научишь ледах, но ей даже нравится. Утром возле метро снова сделает комплимент. И напротив пижон без пардона уставится. Улетелье рекорд ан roku Вновь в небах ты звучишь, И так даже нравится. Ведь ты где-то рядом с ней, Недалеко не позволишь скучать, Не заставишь решать, Можешь чуточку помечтать, А вдруг все исправится? Неспроста же придумал ждать, Это легко, первый поезд в метро, Столько разных дорог ты научишь летать, И ей так даже нравится. Смарико не забыл. Ну да, когда бумажка с текстом. Спасибо, Лиззи. Круто. Нет, ну вот это абсолютно эксклюзив, Это совершенно свежая песня, Которую я повторяю. С пылу с жару. Которая, да, еще неизвестна вообще никому, И музыканты сами с ней, мне кажется, Пока только знакомятся, Потому что написана она была буквально вот сегодня. Дописана. Дописана, да. Круто. Спасибо тебе за такой эксклюзив. Песня называется «Нравится». Я уже понял, да. Я уже понял. На всякий случай. Я все-таки не могу пройти мимо. Я уже задал Филиппу Августу вопрос здесь, В переписке, в каком качестве он этого хочет. Но, тем не менее, он требует, Чтобы я передал тебе этот вопрос, Просто требует. Передайте Роме. Рома, вы так вот, Вот это вот хочу от вас детей. Роман пишет. Филипп Август. Я его спросил, в каком качестве, В качестве папы или мамы. Он, ты знаешь, мне зараза сказал такую вещь, От которой я призадумался. Он говорит, конечно, папа, я же активный. В общем, вы там сами разбирайтесь, Как ваши отношения устроятся. Но, тем не менее, я думаю, Что иными словами, Фил просто передает тебе большой привет. Признается тебе в творческом смысле, в любви. Фил Август, сообщаю тем, кто не очень в курсе. Мой любимый. Это группа с Тимфонией. Да. Маленький тройль. Мой любимый упырь. Мини-ми. Сколько унижительно ласкательных прозвищ В адрес Филиппа Августа. Фил, спасибо тебе, дружище. Спасибо. Вот. А вообще, пишет он, сначала познакомился с Романом, Понял, что своё чувак, такой же придурок, как и я. А потом оказалось, что он ещё и клёвый музыкант. Пишет Фил Август. Ну, опять же, когда коллеги говорят комплименты, Мне кажется, это должно быть втвойне, втройне приятно. Ну, по мне так было бы. Ну, зная Фила, подвох какой-то чувствуется, на самом деле. А Дубров тут пишет, а Филипп активный Дубров-то знает. Судя по всему. Он уверенно это пишет, с четырьмя знаками восклицания. Ром, давай немножко посерьёзнее сейчас, да, чутка. А то как-то мы с тобой всё в юмор да в юмор. Понятно, что что нам ещё остаётся делать. И так знаем друг друга хорошо, спрашивать особо не о чём. Но, тем не менее, мне вот кажется, что очень важный момент, который мы могли бы с тобой вместе сейчас обсудить и с ребятами тоже, если они захотят подключиться. Ты, как музыкант, с одной стороны видишь мир музыки, да, на сцене находясь, бэкстейджи, на сцене, постоянно катаясь с концертами, где-то участвуя и в нашествии, в том числе и так далее. А как ведущий ты видишь мир музыки с другой стороны, уже вот сидя у этого микрофона и в этом самом кресле, точно так же, как и все мы, те, кто связаны с музыкой не напрямую, а косвенно, прикасаясь к этому миру, изучая этот мир, отслушивая, извини, как это звучит странно, этот мир, вникая в него, в двух ипостасях ты чувствуешь себя комфортно и там, и там. Да. Но скажи мне, пожалуйста, в какой из этих ипостасей музыкальный мир современный, я сейчас говорю не о попсе, а о живой музыке, нравится тебе больше? В какой ипостасе он тебе симпатичнее, как музыканта или как ведущий? Сложный вопрос. Как музыканта? Нет, такой простой оказался вопрос. Серьезно. Ну, как музыканта, я объясню, почему на самом деле, потому что мне очень нравится то, что нас всего трое, и, я надеюсь, нас трое останется, ну, в коллективе я имею в виду, потому что, я громко скажу, наверное, это некая коммуна, которая, даже какие-то шутки есть, которые кроме нас троих никто не понимает. Но это в каждом коллективе есть. И именно здесь я могу, то есть я очень много разной музыки люблю, очень люблю музыкантов, как музыкантов, как людей, ну, взять того же Фила Августа, Диму Дуброва, вот написал, да, Димка, привет тебе еще раз, Андрей Ухал, Чайника. Ну, ты их перечислять мне сейчас не хватит. И вот, чтобы понимать, для них, им я не могу сказать, что я хочу сделать так или сделать так, потому что они делают, они самые достаточные, у них все хорошо для них. Даже если мне не нравится, это достойно быть. Здесь, если мне не нравится, я скажу, они скажут, чувак, а мне не нравится то, что... И пока не получится так, что нравится всем, это вот маленький мирок, поэтому вот ответ на вопрос на твой, наверное, все-таки вот музыкантская история. Хорошо, понял. Кстати, когда ты говоришь, что есть шутки, которые понимаете вы между собой, ну, понятно, что в любом коллективе есть такие шутки. Если я покажу сейчас одну шутку, и ты поймешь, что вот эту шутку поймем только те, кто в курсе, да? Да, ешкин кот. Вот все, Рома зашелся хохотом. Те, кто понимает, понимает. Не понимает, это наше. Это внутреннее. Зачем ты это? 46-47. Это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробелить. А дальше все, что вы хотели бы сказать. Или высказать, в принципе, да. Корень один, а смысл разный у этого слова. Александр Алламов пишет, только чайника тут не хватает для полного комплекта. Подождите, сейчас набежит еще. И чайник тоже. Она имеет в виду... Не удивлюсь, на самом деле. Юля, она имеет в виду не перед Новым годом. Сейчас Юля немножко так, вперед забегая, рассказывает там, кто у нас будет там ближе к Новому году в программе «Живые». Она имеет в виду здесь, в переписке. Август здесь, Дубров здесь. Вот два любимца. Знаешь, на самом деле, не удивлюсь. Сейчас вот мы закончим, и выйдут, и увидят там чайник, или, допустим, того же Фила. Не удивлюсь, абсолютно. Здесь у кого-то? Да, да. Сейчас ты намекнешь, Фил прилетит, он недалеко живет, кстати. А, то есть, никто не понял, что это был намек, да? Хорошо. Давай дальше петь. Что это было? Дальше, ну, пройдемся, можно сказать, что-то по-серьезному, уверенному, проверенному творчеству. Нет, я дуками сейчас говорю. О, ну понятно. Ну, это хит своего радио, поэтому естественно. Погнали. Он гуляет посреди моря, В голове его звучат рифмы. Это сотни тысяч историй Про тебя и про твои битвы. И он золотом своих пикник Внимает мне волозу. В ожидании твоих литвей В предвкушении твоих пыль Он выходит на морской берег, Твоим бури гребнут нескоро. Он идет и, как всегда, верит, Что придет когда-то в твой город. И он мог бы в этом поклясться Всеми расчерками колес На дорогах твоего счастья И на улицах твоих слёг. В этом городе дышать нечем Над домами тут висят иксы Здесь умеет говорить вечность И молчат все люди, как сфинксы И идут он мимо всех станций Возведенных из облаков Под земельями твоих странствий И отдыхами твоих снов Под земельями твоих странствий И отдыхами твоих снов Под земельями твоих странствий И отдыхами твоих снов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, знаешь же... И ты петь легко, когда песни все знают Подпеть могут А вот ты попробуй новенькое Что-нибудь такое неожиданное Как была песня перед этим-то Ты удивишься Дальше будет Ну, я, в общем, на это и намекал, на самом деле Друзья мои, сегодня здесь Чеханте Сегодня Рома Чехов с другой стороны амбразура Он находится как раз у микрофона В качестве бас-гитариста и вокалиста Своего собственного коллектива Надо напомнить, может быть, не очень Кто-то подоспел к началу программы Рома давно уже бас-гитарист группы Томас Бэнд, а с недавних пор еще и бас-гитарист Группы Дайте-2 Так что развивается, расширяется, так скажем Музыкальный круг Да, нет, не кругозор, скорее, а круг Кругозор тоже Кругозор тоже, на самом деле Потому что, если вот коснемся творчества Люси Маховой Я никогда такую музыку не играл Мне всегда хотелось попробовать Я никогда такого не играл, да, ты хочешь сказать? Почему нет? Ну, все же поняли, что это... Ну, понятно, совершенно другая музыка, да Абсолютно с этим спорить не стану Я полагаю, что и музыкантам В принципе, очень интересно себя пробовать В разных хипостасях В той, в другой, в третьей Для того, чтобы и не заскучать Для того, чтобы руки, в общем-то, как-то Каким-то образом тренировать немножко Одно и то же играть все время раздражает, правильно? Даже если ты это любишь Все равно одно и то же, одно и то же, одно и то же А так ты пробуешь себя немножко на другом поприще Да нет, ну... А, кстати... Извини, если сравнивать, да? Ну, то, что делаешь ты у себя Я имею в виду в Чиханте Ну, понятно, тебе нужно петь Поэтому тут особо вот не пофентилишь На басу Тут главное ритм держать Но и в Томасе, и у Люси, в принципе Ты имеешь возможность выдавать, как говорят, да? Вот где тебе в данном случае Я сейчас имею в виду чисто творчески Больше... Больше у кого... Или как? Не то, что удается А больше получается вот таких интересных пассажей Чисто музыкальных Либо... Ну, во-первых, я бы не стал сравнивать... Совершенно разные Да, я сейчас говорю о большей свободе творческой Так свободу дает и там, и там, на самом деле С Люсей мы только начали На самом деле будет... В электричестве мы с ней еще не выступали нигде То есть там, наверное, больше... Ну, там... Она же теща Там же все на ней И там больше вот погреметь И именно поработать с барабанщиком А в Томасе, наверное... Ну, и у Люси со звуком поиспремитировать, может быть Что я давно хочу попытаться сделать Вот, ну, нет, вот смотрите у Артема сколько игрушек У меня нет Так, кстати, его спрашивали все время Там были вопросы Зачем, собственно, гитаристу такое количество педалек Я ответил за тебя Я там написал, потому что он один Да, да, да Но была бы вторая гитара, было бы проще Не надо нам второй гитар Подожди А так он один И приходится отдуваться сразу за все музыкальное оформление Потому что на басу-то особо что там Бум-бум Извини, Рома А тут-то надо... А сейчас я выключил кнопочку А тут-то надо как-то объемы создавать Вот для того и кнопочек, и педалек много Правильно? Абсолютно верно Вот видишь как Нет, ну сейчас кроме шуток Тема тащит все, на самом деле Я так... Не для того, что я там хороший бас-гитарист Я сейчас не лукавец Нет, Роман... Мы уже эту тему обсуждали Роман хороший гитарист Бас-гитарист, точнее Вот, но... Гитарист так себе Бас-гитарист хороший Нет, ну бас-гитарист правда хороший Но ему мешают, наверное, местами слова иногда Чтобы полностью реализоваться Давайте играть музыку без слов Да, если без слов играть, то прям будет лучший Но ты же по образованию, по своему музыкальному Гитарист Гитарист, классический гитарист, как я понимаю А что ты от классической гитары, где, в общем, все так красиво Сел, ножку приподнял на стульчик, поднорочку подставил, гитарочку положил И... Чего это ты вот от этого отказывался? Так я не отказывался долго Я получил... Можно рассказывать Конечно, нужно Я получил высшее музыкальное образование Даже в асперанторе получился В каких-то конкурсах поучаствовал Какие-то места позанимал А потом... Ну, просто мы живем в такой стране, где С этим инструментом, с классическим инструментом С классической гитарой Либо идти преподавать Либо сваливать куда-то в Европу Потому что там такие концерты ходят У нас на такие концерты ходят На единиц, скажем так Это не... Я не имею в виду, что я был очень крутым И вот на меня не ходили Были просто круче Единицы Вот Я оказался в втором эшелоне В третьем, может быть, даже в четвертом Ну и... Чтоб ты так скромничал в первый раз Я не скромничаю Я говорю правду На самом деле, да То есть я получил все, что хотел Я научился У меня осталась куча знаний Большое спасибо Виктору Викторовичу Козлов Мой преподаватель по специальности Куча педагогов Вот за все время обучения По гармонии По оркестровке По аранжировке Это все мне помогает И все не зря На самом деле Вот То есть я не считаю Что время, потраченное На классическую гитару Прошло просто так Ну просто обычно За бас-гитару берутся те люди Которые, скажем, учились Быть барабанщиками, например Я часто это вижу Когда вот человек раз С барабанов пересел на бас-гитару Потому что на гитаре играть Особо не умеет Но ты играя При том, что ты играешь Как классический гитарист А это значит умеешь Все с гитарой вытворять Ты перешел на инструмент Который несколько проще Ну ладно Проще Послушайте Джака Поссор А я же говорю В твоем исполнении Ну так вот А ты перешел Ты перешел на другой Ну ты же знаешь Конечно Я же любя Давай петь дальше Ладно Без объявлений Удивляйтесь Группа Чиханте на своем Ну давайте будем удивляться Честно говоря Для меня тоже, видимо Будет удивление Потому что я не предупрежден О том Что же там за удивительная вещь Как всегда Живой звук в программе Живые Чиханте Стас поехали Рома, вы много пьете Рома пьет Йод не залечит рану Размером с кентуки Елизавета Давайте же Туки-туки Елизавета хочет Но долго пьет Рома стоит в трусах Он нелеп и горд Ноги расставив так Как на яхте в качку Елизавета Давайте устроим скачки Это азарт И очень веселый спорт Чтобы поймать Можно Когда мы ключ Это азарт Пуф И как Потом Себе И еще Там Б Cristina В суси В суси М ing Воこれ Стоит Что поймать вожжу Скоро рассвет И нужно успеть догнаться Рома, скажите, как мне перестать стесняться? Елизавета, бухните для куража Елизавета пьет и идет ва-банк Как разошлась, что хрен ты ее остановишь? Рома напуган, он видит живое чудовище Пьяная женщина брет, как военный дат Рома, поймите, мир, он нелеп и глуп Люди живут, не думая о последствиях Елизавета, а зачем вы хватаете лезвия? В съемной квартире больше не нужен труп Рома, давайте живите, ломать стекло Елизавета, вы почему охренели? Рома, давайте, давайте играть в качели Елизавета, ну вас, мать, и понесло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Рома, вы много пьете, рома пьет Сложные смеси пустырника и карвалола По четвергам ему ставят в больницы уколы Так вот мужчина-женщина не познает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Знаешь что, Рома, сказать, что это было внезапно Это ровным счетом ничего не сказать Вот уж от кого, от кого, от такого подвоха От тебя-то я никогда не ожидал, на самом деле Скажи мне, дружище, а почему ты про эту песню Мне никогда ни разу ничего не говорил? Ну, потому что мы хотели, на самом деле хотели Сыграть ее предпоследний на концерте 1 ноября Ну, и так затянули И решили не сдавать и сыграть потом, чтобы прямо... А есть ли она уже в записи, скажи мне, Рома? Ну, видимо, есть уже Многоканалку ты писать не просил, поэтому... Да нет, ну запишем, в альбоме будет Я тебе торжественно обещаю при всех и даже при Лизе Я... что эту песню в премьеры я возьму, причем в лед даже не задумываюсь Чего ж ты, зараза, ничего мне про эту песню никогда не говорил Семен, опять же, музыканты никогда не понимают, какая песня у них Еще раз уточню, чтобы все знали Все имена вымышленные Елизавета Круглова, наша замечательная Лиза, здесь совершенно ни при чем Ну и Рома тоже, соответственно Да, Рома может и при чем, но не я, может какой-нибудь другой Рома Ну, Лиза наша точно ни при чем Вот, все, Лиз, я выполнил твою просьбу Да, Лиза? 46-47, это короткий номер для СМС, квашек сначала Ну, блестяще совершенно И очень неожиданно, уж для кого-для кого, а для Чиханты я не ожидал такого Народ пишет, восторг, супер, браво Ну, вообще, вот это вот аудиоспектакль, спасибо за такое разнообразие Это написала в данном случае Екатерина Устина Ух ты, вот это супер, даже звук накрутил на колонках Александр Масиенко дома делает громче Фигаси, от Александра Сокола, просто фигаси А под столом Матерные есть, нет? Нет, ни одной, к сожалению, но, тем не менее, нет Но главное, что люди-то держат сознание Он говорит, хорошо, а в подсознании держат мая Тут народ спрашивает, только у Чайки такой микрофон красивый? Нет, это у Чехова такой микрофон красивый, Чайка вынужден терпеть Чехов себе украсил микрофон здесь к Новому году, а я вынужден Это всякий раз смахивать пыль из носа А я думаю, что там каждый раз-то в понедельник Я его так отодвигаю немножко подальше Но я же, я же, я же уважаю коллег Поэтому пока что вот эти вот звездочки с этими всеми гламурными пушинками Семена, поможешь посмотреть, я уважаю коллег Как ты сказал? Я уважаю коллег Мне так послышалось Нет, я и коллег уважаю, конечно Потому что все мы люди, даже коллеги Ну а коллеги, они самые главные коллеги в этой жизни Просто потому что занялись таким делом, которое, в общем, наверное, никогда благодарным не будет Работая в эфире, ты кому-то нравишься, кому-то не очень А те, кому-то не нравишься, гораздо чаще и выпуклее обращают на это внимание Жалко, что мы не купюры в 100 долларов, да? Да, очень жалко Почему 100? Я так Десятка-три купюр по 100 долларов было бы лучше А у нас времени все меньше остается Сколько песен нам нужно спеть? Ну, две можно было бы успеть еще спеть Давайте, пойдем Давай, да, сразу после того, что ты сделал в эфире вот сейчас Да, на контрасте, совсем Да Что это будет? Это будет колыбельная Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Чеханте Поехали Коп мурлычет, мордочку тычет тебе в ладонь Чай не зажипел на плите Целый мир с балкона И день открытий полный На завтра Он готовен тебе Сказка на ночь Плюша и Мишка Твой лучший друг Все секреты Только ему Все наверишь Будь уверен Он не подведет Не расскажет Ничего никому Ночь наденет Ночь наденет синий голпак Мамин поцелуй Пора в дорогу Королевство снов Опять вдвое Если что-то будет не так Знай, что я спешу к тебе на подмогу Где б ты ни был Помни, мы вдвоем Утро Ненавистный будильник Я точно знаю Прогуляешь первый урок Девочки, друзья, футбол Драка после школы Главное, чтоб все пошло втрох Каникулы на море И белая лавстори Письма, фотографии сны К осени забудешь И столько еще будет Увидишь Потерпи до весны Ночь наденет синий голпак Мамин поцелуй Пора в дорогу Королевство снов Опять вдвое Если что-то будет не так Знай, что я спешу к тебе на подмогу Где б ты ни был Помни, мы вдвоем Субтитры сделал DimaTorzok Будет Новый годный день Старший ты Взрослей Новые друзья Новый мир Новые кумиры А Битлз и Симфира Дальше где-то в стоящих спир Первые удачи И с ночевой на дачу Не волнуйтесь Буду звонить Мам, прости Мобильник сел Папа, не ругайся Я не буду больше вас подводить Ночь наденет синий голпак Мамин поцелуй Пора в дорогу Королевство снов Опять вдвое Если что-то будет не так Знай, что я спешу к тебе на подмогу Где ты ни был Помню, мы вдвоем Дорога även Если ты только пойдешь на кончик Впроficу with скажем Нокин Р farther отдыхаю До больше Несink Никого Впроф Я люблю свою работу за то, что всякий раз наблюдаешь за тем, чего не видят, возможно, остальные. Когда как бы из-за кулис подглядываешь за тем, как музыканты делают свое дело. И когда переглядки какие-то, там, полузвуки, полужесты, полушепотом. Раз пальчиком махнул, другой понял. Сделал все, что нужно, и все довольны. Это красивое и очень теплое, доброе зрелище. Братцы, у нас времени осталось, ну, правда, совсем мало. Та песня, которая будет финальной, сколько она по времени? Ну-ка, это песня без кофе. Спасибо тебе большое. Класс! Вот это было неожиданно. Гитары бить мы начали не совсем вовремя. У нас упал гибсон. Американский. Поднимите гибсон. Импортозамещение, пожалуйста, Шамрай. У нас на стеночке висит недаром гитара Шамрай. Если вдруг с гибсоном будут проблемы, то можно все-таки повернуться, взять замечательную гитару. Производство, российского производства Шамрай. Звучит она, я вам скажу, совсем не хуже, чем всякие там гибсоны. Ну, это я шучу, конечно. Безусловно, все живая, нет? Да, нормально. Слава богу, не первый раз, что ли? Подстроить не нужно. Сколько по времени, ты так и не сказал? Ну, минут четыре, наверное. Четыре, окей. Ну, так, чтобы понимать, сколько у нас еще времени есть на то, чтобы потрещать. Рома обалденно романтичный сегодня. Рома, тебе сегодня весь шарик слушает, Константин. А так обычно, в принципе, Рома шарик не слушает, когда он в эфире сидит, например, с 12 до 16, три дня в неделю. Тут народ рассуждает сейчас о каких своих делах. Ну, имею в виду об эмоциях и о том, какие, собственно, впечатления от сегодня происходящего. Кто-то написал, не помню кто, я помню мысль, что это уже второй случай на памяти вот этого человека, когда, ну, после гречаника с его хрю, а после того, когда музыкант для вот этого человека открывается совершенно неожиданными для него привычными гранями. Вот сегодня ты... Песня называется «Сказка», кстати. Какая? Ну, та, которая про... Так вот мужчина и женщина и познает. А, это сказка. Сказка называется. Да, да. Ну, в смысле, что это все вымышленно, я имею в виду. Ну, да. Ты намекнул уже на то, что, в общем, наша Лиза к этому отношению никакого не имеет. Мы все поняли уже. Все поняли уже. Главное, что Лиза с этим бы согласилась. Так как сидит она немножко, не соглашаясь с этой мыслью, значит, мы все поняли правильно. Так. Чего-то, Лиза, сейчас мне пилишь спину взглядом. Я же чувствую твой взгляд на своей спине. Давайте двигаться дальше. И, правда, времени остается все меньше и меньше. Прямо коротенько историю, быстренько. Песня. Сейчас, прежде чем ты расскажешь историю, я обязан прочитать сообщение. Снежана Голубова пишет. Мне хотелось бы публично извиниться перед Ромой за то, что я однажды наговорила. Сегодня раз слушала его с абсолютно новой стороны. Я не знал, что у него есть своя группа. Это очень хорошая музыка. Я сообщил, что Снежана Голубова – это одна из новых наших слушательниц, постоянных, надеюсь, теперь уже мухи летают. Смотри. Она шла своя. Я имею в виду своя слушательница, которая стала недавно. И она говорила там, я помню, переписку некоторую здесь, что, дескать, вот она слушает обычные эфиры Голубова, а Чехов какой-то странный, не нравится по каким-то определенным каналам. Я странный вообще. Не заметили сегодня? Да. Но сегодня она рассмотрела твои странности, видимо, под микроскопом. Судя по всему, поняла, в чем эти странности. И очень, кстати, я благодарен за это снижение. Просто потому, что человек, который может публично сказать, я был неправ, простите, это человек достойный. Снежан, спасибо большое. Да. Надеюсь, теперь не только в вторник и четверг, а и понедельник, и пятница с 12 до 16. В постоянном режиме. В 16, да. Да. Чеховские посиделки, на своем роде. Давай сделаем рекламу. Давай. Ну вот, Чеховские посиделки. В понедельник, в среднем. Свою радио. А это кнопочка не нажата, да, чтобы ты сыграл что-нибудь. Кстати, свое радио поет Кох Шустарев, так на всякий случай, группа Пушкин. Все, объясняй, пожалуйста, быстренько. Я быстренько. Да. И нам надо заканчивать. Песня, которую мы так сложилось всегда заканчиваем, но заканчиваем почему. Когда-то уже давно на другой радиостанции мы попадаем в программу «Живые». У нас всего полгода. Какого полгода? Месяца четыре. У нас одиннадцать песен есть, а нужно двенадцать. И мы срочно придумываем, нужно придумать, а завтра уже выступление. Ты можешь вступление начинать уже играть. Да. И я говорю, Тёма, есть песня такая, но я не знаю, ей уже десять лет тогда было. Он говорит, идите быстренько, дайте мне десять минут. И, собственно, так появилась песня «Быть добро». Спасибо большое, друзья. Спасибо всем. Завтра в программе «Живые» группа «Эйрвуд» из немецкого города Карлс-Руи. А мы прощаемся до завтра. Ты под властей гипнозу костра, лес тебе дарит мудрость. На прощанье махнув нам рукой, ты уходишь в рассвет. Повторяй заклинание. «Быть добру». Ты улыбнись врагу зло, сотри в муку, будет снова рассвет поутру. Повторяй заклинание. «Быть добру». Ты на пыльных ботинках росой пишешь ты ее имя. Ее голос согреет тебя даже лютой зимой. Чаще пить в одного нелегко, ты разделишь с другими. Их так много, смотри, позови, все пойдут за тобой. Ты улыбнись врагу зло, сотри в муку, будет снова рассвет поутру. Повторяй заклинание. «Быть добру». Ты улыбнись врагу зло, сотри в муку, будет снова рассвет поутру. Повторяй заклинание. «Быть добру». «Быть добру». Ты вернешься, конечно вернешься Оставь здесь надежду Каждый станет немного добрее Под этим дождем Улыбнешься Опять улыбнешься Останешься прежним Возвращайся скорее Мы тебя прямо здесь подождем Ты улыбнись в рогу Зло сотри в муку Будет снова свет до утра Повторяй заклинания Переход стыдно Ты улыбнись в рогу Зло сотри в муку Будет снова рассвет По утру Повторяй заклинания Было добро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА